всем привет сегодня будет видео о продуктах которые у меня закончили за первую половину летом два мыла от и сана в каждом флаконе по пол-литра весной я активно использовала вот такое мыло и закончилась она у меня уже летом это мыло с ароматом илан илан здесь был очень приятный цветочный аромат идеально этот аромат подходил на весеннее время года и также упаковка тоже такая весенняя яркая очень приятно дозатор отлично работал очень удобно и само мыло было такого же яркого розового цвета гелевое мыло неплохо пенилась неплохо очищала за свою стоимость очень достойный продукт то же самое могу сказать про это мыло она у меня уже называется манго экзотик собственно она у нас идет с ароматом манго тоже очень приятный тропический аромат идеально уже подходящий на летнее время года мыло было такого ярко оранжевого цвета вернее даже темно оранжевого цвета там сейчас уже вода осталась потому что туда я ее добавляла и там вот остатки какие-то воды в общем да мыло от и сана я считаю что достойные тем более они стоят бюджетно большой объем симпатичное оформление обязательно буду повторять в будущем мыло от и сана постоянно пробую новое с разными ароматами но уверена что и к этим я однозначно вернусь тем более это не лимитки это стандартная серия которая всегда доступна поэтому может быть в будущем еще буду повторять оба аромата мне понравились ну и принципе свойства тоже неплохие что еще касается мыло здесь я уже не настолько буду хорошо отзываться это утепути антибактериальное детское мыло 0 плюс она с экстрактом череды и ромашки 300 грамм здесь у меня такое мыло было в желтой упаковке там по моему с цыпленком и вот еще вот такое было розовое с пандой собственно они абсолютно одинаковые никакой разницы не заметила мыло прозрачное мыло очень 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 жидкое очень плохо пенится в общем я вот такой флакон улетает буквально за неделю очень быстро потому что чтобы хотя бы какую-то пену увидеть нужно очень много средства отсюда добывать соответственно у него очень быстрый расход отдушки здесь принципе никакой не было ну в общем я осталась недовольна какое бы мыло не было натуральное или же детское там какое-то бережное все равно я все таки считаю что мыло должно хорошо пениться только тогда вы будете чувствовать что действительно вы вымыли руки что они у вас чистые а вот такое вот меня не особо устраивает поэтому естественно повторять больше эти ути-пути я не буду так что еще касается мыло это же будет мыло для интимной гигиены амбрелла марка собственная марка сети магазинов его сейчас уже баночки снова обновили сейчас они выглядят уже не так постоянно эти банки обновляют но состав соответственно не меняется состав остается тот же это гель интимный гигиена с экстрактом зеленого чая и хлопком 400 грамм конечно очень большой объем у меня это мыло наверное полгода было в использовании жутко мне уже надоело хотелось уже что-то новое взять в использовании да и она соответственно было как такое молочко белого цвета довольно таки жидкая неплохо пенилась то есть в принципе больше и не нужно было вполне нормально неплохо очищала видите у меня там вот эта пружинка в дозаторе покрылась видимо ржавчиной потому что вы можете видеть там такую вот грязь ржавую вот это конечно действительно страшно потому что во время использования этого не было это видим когда мыло уже заканчивалось или когда уже полежала в сумке с пустыми банками то вот я его достала видела что там вот такое дозаторе безобразие кстати то же самое я слышала происходит у геля для интимной гигиены лито он тоже собственно марка и вы тоже там вот эти все дозаторы покрываются ржавчина вот это ржавчина попадает в гель конечно таким пользоваться опасно тем более для интимной гигиены поэтому не знаю в общем что-то как-то в еве грешат с вот этими пружинами которые почему-то ржавеют а в целом продукт отличный очень бюджетно стоит особенно за такой большой объем поэтому думаю что в будущем тоже бы повторила ну и в принципе я уже повторяю их неоднократно дальше закончился вот такой шампунь это мужской шампунь собственно использовал его мой муж шаума шампунь против перхоти с мятой и лимонграссом объем 400 миллилитров конечно тоже этого шампуня мужу хватило на полгода здесь очень приятный такой свежий мятный мятно-лимонный аромат сам шампунь прозрачный довольно таки густой перхоти с ним действительно я не заметила ничего такого не было отлично очищал поэтому в принципе только одни плюсы ничего плохого сказать не могу может будем еще повторять так дальше закончился вот такой гель для душа снова такие вот и саны ни одно мое видео не обходится без и саны уж очень я люблю эту продукцию гель для душа кремовый гель для душа и сана это было лимитка fall in love с ароматом апельсина ванили и миндаля здесь очень приятный аромат вот правда такой вот осенний осенне-зимний согревающий аромат конечно закончился он уже по моему в начале лета не совсем уже актуальный аромат но все равно очень-очень приятная такие ароматы раньше не встречала периодически этот аромат повторяется в разных лимитках и саны то есть он был не только в этом геле fall in love я его также встречала и раньше в геле тоже это была лимитка по моему называлась соленая карамель там был тот же самый аромат то есть принципе я думаю что в будущем каких-то еще лимитках этот аромат однозначно я встречу поэтому скучать за ним не буду уверена что еще он где-то мне попадется отличный гель отлично пенился отлично очищал не сушил кожу поскольку кремовый приятный аромат в общем что еще нужно из сана меня всегда радует тем более учитывая что это бюджетная продукция поэтому качество я считаю что на эти деньги достойны еще закончилась два геля для душа вот таких это ароматерапии соус и соучие лондон британская марка revive гели для душа у меня такие вот мини версии по 40 миллилитров прозрачные гели на первый взгляд густые но при этом практически не пенятся я конечно была в шоке не понравились абсолютно приятный такой свежий аромат но абсолютно плохо пенится очень плохо пенится конечно геля для душа и в жидком мыли я считаю что это недостаток и все-таки такие продукты должны пениться ну как же без этого так дальше перейдем с вами продуктом для лица покажу два геля для умывания которые закончились снова таки это будет и сами но это уже их линейкой санаян которая для молодой кожи во первых вот такое гель у меня он очень долго был в использовании эти гели они вообще такие прям очень экономные это гель для умывания и снятия макияжа 2 в 1 150 грамм здесь обещают что гель будет и очищать кожу и загрязнения но также еще смывать макияж это кстати лимитированное было оформлением вообще этот гель он в стандартной упаковке очень долго продавался в отцессе не знаю если он там сейчас но потом его выпустили сделали это лимитку с таким вот невероятно красивым оформлением которое конечно же меня в свое время подкупила гель отличным я люблю гели от и саны он густой густой хорошо пенится хорошо растворяет макияж на лице с глаз я естественно не смывала им макияж с глаз я всегда смываю мицеллярной водой этим же гелем смывала макияж с лица в принципе неплохо он справлялся с этим также использовала его самостоятельно как очищающее средство тоже принципе неплохо кожу очищает поэтому однозначно если в будущем еще встречу это буду повторять потому что гель действительно достойный и очень-очень экономно и хватило мне его надолго и вот такой вот гель умывания он уже с активированным углем тоже объем 150 грамм должна эта формула активно очищать кожу от различного рода загрязнений кожного сала омертвевших клеток и так дальше это черный гель сейчас вот так вот покажу то есть вот посмотрите что там тут прям все правда в этот уголь превратилась уже загустела он не закончился до конца конечно почти почти весь он использовался но наверное какая-то там пятая часть все-таки еще осталось потому что честно скажу уже нет сил его использовать вот это вот черная масса она просто везде ее очень трудно смыть с лица где-то все равно там что-то останется черное потом это все дело остается на полотенце которая потом в черных пятнах и нужно его отстирывать как-то вся раковина черная общем все вокруг черное в этом деле поэтому после такого опыта кстати у меня уже не первый черный гель и в этот раз я я уже точно решила что никакого черного геля больше у меня не будет потому что ну это просто ужас я просто уже не могу им пользоваться консистенция у него такая же как и в этом геле тоже густая неплохо пенился но вот это вот чернота которая повсюду это просто ужас очищал тоже в принципе неплохо кстати сейчас я купила еще один гель от natural coat ватсонс он тоже оказался черный в общем снова снова у меня появился черный гель я этому абсолютно не рада но больше никогда в жизни я не буду такие вещи покупать кстати еще у меня закончилась вот такое средство тоже очень долго было в использовании не знаю вроде всего лишь 75 грамм но при этом так долго я пользовалась этим средством это очищающий гаммаж для лица кислородное дыхание faberlic серия оксиологи мне очень понравилось это средство очень понравилось это такое вот немножко еще что-то там есть очень густое такое средство салатового цвета там мелкие скрабирующие частички то есть правда такой вот как пилинг гаммаж отлично пенится я не ждал что будет прям так хорошо пенится то есть я даже его самостоятельно использовала без геля даже так было отлично очищала кожу за счет того что хорошо пенилась средство ну просто не знаю у меня никакие вообще нареканий не было просто еще освежает здорово в общем отлично обязательно к нему присмотритесь да там нет каких-то таких жестких скрабирующих частичек но это же не скраб а это гаммаж это что-то более такое щадящее меня вполне устроил эффект вот этого средства поэтому я осталась довольно не знаю конечно почему так долго он у меня не заканчивался регулярно пользовалась но такого вроде бы объем маленький но при этом долго было использование так дальше покажу вам кремы для рук закончилась у меня три штуки крема для рук у меня улетают быстро во-первых закончился вот такой крем от evelyn cosmetics серия i love vegan food это интенсивно защитный крем для рук с малиной кориандром должен увлажнять и разглаживать объем 50 миллилитров вот вот эти вот крышки я не люблю жутко они для меня абсолютно неудобно они такие вот эти вот углы острые в общем тактильно это абсолютно неудобно сам крем в принципе неплохой не могу сказать что он прям как-то питает она в принципе этого и не обещает он увлажняет увлажняет действительно и здесь такой очень яркий насыщенный аромат малины в принципе на любителя кто любит такие вот малиновые отдушки то конечно же советую ноги для кого-то может быть он будет слишком навязчивым поэтому сами для себя решайте в принципе неплохой такой крем тоже обязательно бы его повторила и закончился еще вот такой крем для рук флютер крем который представлен был в сети магазина ватсонс сейчас в этом принципе уже не купить но этот самый крем обновляет каждый год в новом оформлении ватсонс поэтому это в принципе один и тот же крем просто каждый год в разных упаковках вот и все снова таки вот эти вот неудобные крышки но здесь она какая-то побольше там же уявлен она вообще такая очень мелкая и колючая здесь принципе более менее крышка удобная конечно же я всегда меня всегда подкупает вот это оформление это такие кремы которые очень легкие которые очень быстро впитываются быстро увлажняют и как бы имеют соответственно не длительный эффект то есть это так знаете положил сумочку когда захотелось освежить увлажнить руки достал намазал все это моментально впиталось и пошел дальше но конечно эффект длится недолго ну в общем то кого такой эффект устраивает то все таки стоит присмотреться кто любит что-то такое жирное питательное то тогда вам не сюда принципе такие кремы идеально подходят на лето я летом ими обычно пользуюсь то же самое могу сказать про бархатные ручки вот этим лимитки их тоже каждый год содержимое не меняется коллекциями мими в объеме 45 миллилитров такого тоже сумочный вариант крема для рук очень милое симпатичное оформление здесь уже вот такая откручивающаяся крышка тоже абсолютно легкий крем нанес размазал почувствовал там какое-то увлажнение и забыл тоже идеальный вариант для сумочки это уж точно еще мне таких вот по моему еще один у меня такой крем остался два уже закончилась из этой коллекции вот поэтому в принципе ну так побаловаться можно взять оформление действительно подкупает так дальше закончилось у меня еще два средства для лица это вот такой крем от и в раше линейка гидра vegetal это крем гель там есть две версии этого крема есть крем есть крем гель я всегда предпочитаю гелевые текстуры здесь же она была такая как крем гель довольно таки густая белого цвета масса этот крем имел такой свежий приятный аромат это у меня уже была повторная баночка раньше таким крем гелем я уже пользовалась вот вторая баночка была в использовании я вам скажу что он тяжеловат для лета однозначно я уже заканчивала его летом и для меня конечно это было уже слишком здесь указано 48 часов увлажнения нон-стоп конечно да при том что для нормальной и комбинированной кожи но все-таки больше наверное подошло бы для нормальной и сухой кожи как мне кажется потому что для комбинированной особенно для жирной кожи это конечно слишком такой у вас останется такая липкая пленка на лице жирный блеск такой прям жирный блин это все однозначно будет не такой легкий как может показаться на первый взгляд поэтому обязательно это учитывайте что на лето все-таки это слишком на лето разве что для тех у кого сухая кожа да это будет идеально но для всех остальных типов кожи в летнее время года это будет слишком жирный крем а зимой весной осенью очень даже он мне подходил дальше закончился еще вот такой крем-гель для кожи вокруг глаз от маркел это их линейка detox program стандартный объем 15 миллилитров устранение темных кругов интенсивное увлажнение регенерация такая здесь стандартная упаковка с носиком это был такой белого цвета крем-гель очень легкий ну прям очень легкие там правда крем-гель который подходит для молодой кожи чтобы быстренько так увлажнить эту область освежить и побежать дальше принципе для этого меня вполне устроил у меня к счастью еще никаких возрастных проблем нет в силу снова таки возраста поэтому меня пока такие вот средства вполне устраивает просто чтобы увлажнить и освежить область вокруг глаз что касается темных кругов мешков в общем не знаю как-то не заметила чтобы что-то он такое делал у меня не особо есть круги и мешки поэтому сказать мне сложно мне главное чтобы такое средство очи освежала и увлажняла и она справлялась с этим но опять-таки учитывайте что это очень-очень такой легкий продукт то есть если у кого-то уже морщинки есть или сухая кожа вокруг глаз то такое средство просто будет для вас бесполезным я вообще не ожидал что будет настолько легкий крем гель так дальше что еще вам хочу показать закончился у меня вот такой бальзам для губ от и саны бери лав ягодный питательная композиция с комбинация витамина е масло семян смородины которая предотвращает пересыхание губ имеет сладкий аромат ежевики и малины и так же придает губам блеск да вот такая здесь упаковка яркая сочная малиновая и этот гель гель этот бальзам оказался вот такой вот яркий с мелким шиммером и да он оказался оттеночный я оттеночный бальзам и не люблю но что поделаешь раз купила пользовалась у него действительно очень приятный вкусный ягодный аромат вот что есть что то есть это главный плюс этого бальзама он очень приятно пахнет также он оставлял вот такой вот тинт на губах такой прям конкретно были с ним розовые губы с блестками вот на руке как-то даже не так видно но когда это все носила на губы естественное это все наносила с множеством слоев потому что ну бальзам даже это все таки хочется увлажнить губы поэтому при наслаивании конечно губы были такие очень яркие не нужна была никакая помада естественно можно было просто этот бальзам нанести и идти куда угодно губы будут у вас накрашены в принципе неплохо увлажнял и питал вот эти вот как шиммер вот этот немножечко все-таки он чувствовался было не совсем приятно ну и да я бы все-таки предпочла чтобы он был без оттенка не знаю потому что порой где-то отпечатывался допустим если его наносишь на ночь что потом может постель быть в этом бальзаме вот такие вот пятна яркие в общем да я все таки считаю что бальзамы должны быть бесцветные ну по крайней мере в моем понимании это так если нам нужен цвет том используйте пожалуйста помаду для этого так что неплохое средство но повторять именно вот этот с ягодами я не буду снова таки потому что он оттеночный закончилась еще вот такое жидкое мыло покупала его в атб это их собственная марка разумный выбер 460 миллилитров здесь крем крем мыло мангостан смородина неплохое такое мыло довольно таки жидкое но неплохо пенится поэтому ну соответственно я его выливала в упаковку с дозатором может быть буду повторять в будущем посмотрим так двигаемся дальше закончился вот такой антиперспирант дезодорант old spice rock с углем к счастью несмотря на то что он с углем он не черного цвета что не может не радовать это средство белого цвета не понравилось абсолютно если бы я знала что она белая я бы его не заказывала потому что я люблю old spice ну и в принципе все у меня в семье любят old spice который гелевый белые мы никогда не покупаем но скажем так я лоханулась купила такой не почитала что это антиперспирант что указывает на то что он будет белый в общем то оставляли вот эти вот оставлял он белые комочки на области подмышек что естественно неприятно в такие прям комки белые скатывались плюс еще что касается желтых пятен да сейчас как никогда это все заметно это все актуально на белых футболках желтые пятна в этой области поэтому от этого он тоже абсолютно не спасает поэтому не понравилось средство абсолютно ничего хорошего в нем нет обязательно буду покупать гелевые именно гелевые дезодоранты old spice белая никому не советую так дальше закончился вот такой вот эко крем детский под подгузник с первых дней жизни это белита их серия эко baby care это наш самый первый крем под подгузник использовала его с первого дня после родов самых первых дней хватило его ровно на месяц вот этого объема 75 грамм при ежедневном использовании прекрасный крем единственное что был была не совсем удобно упаковка потому что нужно было вот эту крышку откручивать ну в общем так когда нужно все быстро делать то это не очень удобно постоянно ее раскручивать и закручивать непродуманном в этом плане крышки видите у меня уже нет ее случайным образом выбросили но вот смогла хотя бы спасти саму упаковку сам тюбик таким прям плотным слоем ложится на области под подгузник хорошо питает то есть никаких проблем абсолютно не было с первых дней он нам подошел но сейчас я использую хип он уже не такой жирный и принципе меня это наверное больше устраивает потому что но это слишком такой густой ну прям слишком ну хотя наверное хорошо защищал то дальше следующее что вам покажу это будут зубные пасты во первых вот такая зубная паста доктор морган мое открытие представлены они в сети магазинов его если мое открытие потому что отличные пасты недорогие у меня сейчас еще одна в использовании но вот закончилась вот такая большой здесь объем 125 миллилитров это паста family 365 с фторидом всесторонний уход и защита от кариеса для всей семьи сделано в германии как здесь указано отличная паста стандартная в принципе белого цвета густая хорошо пенится хорошо очищает она не термоядерная что для меня было очень важно то есть она не выжигает рот просто приятно очищает освежает большой объем хватило ее надолго и очень приятная цена поэтому однозначно буду повторять эта марка мне понравилось сюда положим дальше вот такая еще паста санина сенситив это защита для чувствительных зубов в объеме 100 миллилитров тоже хватило ее надолго отличный объем очень бюджетная цена это по моему турецкие зубные пасты неплохо очищала в принципе ничего плохого сказать не не могу я ожидала что за эту стоимость будет что-то однозначно хуже взяла на пробу на самом деле очень даже оказалось неплохая паста тоже неплохо очищала но опять таки на абсолютно не такая прям ядреная она все-таки более щадящим поэтому тоже учитывайте потому что знаю что многие любят такие прям термоядерные пасты чтобы дико освежала дико все отбеливала очищала я такими пастами не пользуюсь поскольку у меня чувствительные зубы еще покажу то что обычно никогда не показываю но тут у меня сохранилась по пару упаковок влажных салфеток детских поэтому решила показать конечно за два месяца у нас их улетела в 10 раз больше разных марок я постоянно новые разные покупаю пробую новое ну вот две упаковки я смогла сохранить чтобы вам рассказать свое мнение во первых это лаки пин это детские влажные салфетки 56 штук здесь 0 плюс очень удобно что они с клапаном удобно все доставать было достаются по одной штуке хорошо пропитаны плотные салфетки в общем отличные поэтому однозначно когда будет акция то буду их повторять в еве сейчас они по акции стоят в районе 35 гривен за 56 тут принципе неплохая цена советую и еще вот такие вот салфетки которые тоже продаются в сети магазинов его это 10 слоненят украинская марка влажные салфетки с первых дней жизни семьдесят две штуки тут такой большой конечно много здесь упаковок салфеток вот здесь уже нет клапана здесь просто такая как стандартная обычная упаковка но в принципе она нормально закрывалась салфетки эти дико бюджетные ну прям очень дешево стоит особенно если по акциям покупать но собственно эти деньги они и выглядят скажем так такого же они качества очень тонкие разлазиться с проплешинами в общем конечно же в сравнении с этими но это вообще небо и земля просто небо и земля при этом они неплохо были пропитаны поэтому наверное все таки иногда я буду их повторять потому что чтобы там что-то протереть или руки или там какие-то предметы игрушки то вполне себе можно их брать такой объем хватит ненадолго цена бюджетная так что в принципе можно иногда повторять и вот такие пустые баночки у меня были за первую половину лета надеюсь видео было для вас полезным информативным скоро увидимся в новых видео и всем пока